МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С расчетом на демонстрацию достижений, пишет автор и поясняет, каких именно достижений. Партнерство с Китаем в сфере изменения климата и энергичного взаимодействия США с соседями Китая. Но за 4 беспорядочных дня президент растерял четкий посыл, который был срежиссирован его передовой группой. В Китае была хаотичная церемония прибытия, в ходе которой к самолету президента США не был подан трап. Затем Обаме пришлось отказаться от встречи с новым лидером Филиппин, государство-союзника, которое понадобится США в ходе грядущего состязания с Китаем за влияние в регионе из-за безобразной вспышки гнева с переходом на личности. Цитата. Белый дом попытался ограничить негативные последствия от отмены встречи с филиппинским президентом Родриго Дутерте. Обама вычеркнул его из своей повестки, услышав, что Дутерте выступил с нецензурным высказыванием о нем, поясняет Лендлер. Для президента, стремящегося отшлифовать свое наследие, поездка все-таки привела к прогрессу на нескольких фронтах, особенно в области климатических изменений. Однако случившиеся неприятности показывают, как плохое планирование и даже обычное невезение могут повредить достижениям президента за границей, говорится в статье. Испанские пограничники спасли четырех африканских мигрантов, которые пытались въехать в страну, спрятавшись в герметичном тайнике. Подробности операции приводит издание The Local. Инцидент произошел на пункте пограничного контроля на въезде из Марокко в испанский анклав Мелилью. Полицейским показался подозрительным один из минивэнов. Они начали его обыскивать, и в это время из-под нища автомобиля раздались женские крики о помощи. Цитата. «Спасатели использовали электрическую пилу и другие инструменты, чтобы освободить мигрантов, которые находились в тяжелом состоянии и нуждались в медицинской помощи», пишет издание. Водителя минивэна и его легального пассажира-марокканца арестовали. Полиция сообщила, что все четыре беженца в возрасте от 21 до 27 лет сейчас пришли в норму. При допросе выяснилось, что мужчины уроженцы Гвинеи, а женщины из Конго. Они договорились с водителем минивэна о помощи в пересечении границы. Мигрантов спрятали в герметичном тайнике без какой-либо вентиляции, расположенном в двойном днище автомобиля. Через Испанию проходит один из основных миграционных маршрутов в Европу. Как правило, им пользуются уроженцы стран Южнее Сахары. Они нелегально попадают в один из испанских анклавов в Африке – Сеуту и Мелилью. А оттуда уже перебираются на материк. В Национальном музее в сирийском Дамаске хранятся древние книги по черной магии. Библия из меди, религиозные трактаты времен крестоносцев и поразительная каменная скульптура, изображающая сокола, пишет корреспондент Индепендент Патрик Кокберн. Но все эти артефакты – подделки, конфискованные у контрабандистов при попытке вывести их за границу и продать иностранцам. Цитата. «Эти подложные древности, искусно изготовленные в мастерских Дамаска, Алеппо и других сирийских городов, наводняют рынок, изобилующий наивными или беспринципными покупателями, которые с легкостью верят, будто в условиях гражданской войны в Сирии каждый день расхищаются величайшие шедевры», говорится в статье. «Это началось в 2015 году», – говорит Маамун Абдулкарим, генеральный директор по делам древностей и музеев Дамаска. В 2013-14 годах мародеры совершали набеги на все древние памятники, но нашли меньше вещей, чем им хотелось. Поэтому они и переключились на производство подделок. Автор замечает, в Сирии много безработных археологов и антикваров, которые готовы консультировать изготовителей фальшивок. Плоды их труда часто выглядят весьма достоверно. Поддельные древности поступают как из районов подконтрольных правительству, так и с территории, удерживаемой повстанцами. Мало кто из потенциальных покупателей рискнет поехать в охваченную войну в Сирию, чтобы проверить подлинность покупки. Абдулкарим говорит, что 80% древностей, вывозимых контрабандой из Сирии в Ливан – обыкновенные подделки. Археологи, работающие на архипелаге Дампир у северо-западного побережья Австралии, обнаружили следы каменных домов возрастом в 9 тысяч лет. О находке пишет газета «Гардиан». Каменные фундаменты круглой формы были найдены на розмаре, одном из 42 островов архипелага. Когда окончилась последняя ледниковая эпоха, уровень океана начал повышаться примерно на 10 сантиметров каждые 5-10 лет. Те, кто жил в этих домах, должны были как-то приспособиться к новым условиям, характеризующимся дефицитом пригодных для проживания земель. На данный момент археологи изучают схему размещения домов, чтобы понять, как в прошлом люди решали проблему нехватки пространства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова